Седьмой класс, девятая серия. Степень с натуральным показателем. Степенью числа А с натуральным показателем n, большим единицы, называется произведение n множителей, каждый из которых равен А. А называется основанием в степени, n – показателем. Степенью числа А с показателем 1 называется само это число. Итак, в выражении А в степени n, А – повторяющийся множитель – это основание степени, а n, число, которое показывает, сколько же раз повторяется этот множитель, называют показателем степени. Например, 3 в четвертой степени. Основание степени 3, показатель 4, значит, будет 4 одинаковых множителя, каждый из которых равен 3. Если выполнить действие и сосчитать, сколько получится, получится 81. Это значение степени. Итак, значение степени 3 в четвертой – 81. Каждое число больше 10 можно записать в стандартном виде, в виде А умножить на 10 в степени n, где А принимает значение больше или равно 1. Так, например, 4567 в стандартном виде запись вот такая. 4,567 умножить на 10 в третьей, то есть умножить на 1000. Первая задача. Вычислите. Надо выполнить действие со степенями. Минус 3 в пятой степени. Основание степени минус 3, показатель 5, то есть 5 одинаковых множителей, каждый из которых равен минус 3. Так, а здесь два одинаковых множителя, каждый из которых равен минус 1 девятой. Можно сразу определить знак вот этого произведения. Здесь будет 5 минусов, а здесь 2. Нечетное число, значит, произведение будет отрицательно. Минус. Минус сразу можно вынести сюда, вперед. Так, можно записать в виде дроби, потому что умножить на 1 девятую – это все равно, что разделить на 9. Итак, 5 троек в числителе, в знаменателе 2 девятки, потому что в квадрате. Так, можно сократить на 9 и еще раз на 9. И получается ответ минус 3. Вторая задача. Запишите в стандартном виде число. Значит, надо отделить запятой одну цифру, вот двойку, поставить запятую после двойки. Это будет дробная часть. Ну, и чтобы получилось число, равное данному, надо еще умножить на 10 в пятой степени. Вот если домножить на 10 в пятой степени, то как раз и получится то число, которое было. А было 283 954. Вот это запись в стандартном виде. Третья задача. Вычислите. Надо выполнить действие деления, затем умножение и потом уже вычитание. Делимое. Основание степени минус 10, показатель 5. То есть 5 одинаковых множителей, каждый из которых равен минус 10. Делитель 5 в четвертой. Основание 5, показатель 4. То есть можно записать в виде дроби. Тогда наверху будет 5 одинаковых множителей, каждый из которых равен 10. А в знаменателе будет 4 одинаковых множителя, каждая из которых равен 5. Какой знак будет у этой дроби? Если 5 минусов, значит, значение будет отрицательно. Итак, 10 в пятой степени. 5 одинаковых множителей, каждый из которых равен 10. Это в числителе, а внизу 4 одинаковых множителя, каждый из которых равен 5. Можно сократить на 5. В таком случае наверху останется 2 в четвертой, потому что мы можем сократить на 5 4 раза, умножить на 10, а в знаменателе будет 1. Это после сокращения на 5. 4 раза сократили на 5. Здесь получится минус 160. Это ответ первого действия. Теперь давайте выполним действие умножения. 1 девятая в кубе, а здесь 27 в квадрате. Давайте тоже запишем с помощью дробной черты. Умножить на 1 девятую – это все равно, что разделить на 9. В числителе будет 27 в квадрате. Это 27 умножить на 27. А в знаменателе будет 3 одинаковых множителя, каждый из которых равен 9. Теперь можно сократить. Можно сократить на 9. Здесь останется тройка. Еще раз сократить на 9. Здесь останется тройка. Трижды 3 – 9. Третий раз сократить на 9. Значит, ответ здесь будет 1. Так, а теперь осталось выполнить вычитание. Минус 160 минус 1. Ответ минус 161. Ответ минус 161.